всем огромный привет я рада приветствовать вас на своем канале это канал о вязании и в этом видео да да в этом видео мы будем вязать зайку из ализе пуфи зайка получается достаточно большой сидячем положении он 35 сантиметров он такой большой что он не помещается у меня в кадр вместе с ножками он получается 56 сантиметров на такого зайку у меня ушло три с половиной мотка пряжи ализе пуфи цвет номер 87 и совсем немножко такого цвета морской волны на шарфик отдельно мы свяжем нижние лапки зайки также свяжем отдельно верхние лапки и ушки потом в процессе вязания все эти детали будут ввязываться в туловище зайки то есть нам потом не нужно будет их отдельно пришивать потому что все будет постепенно ввязываться также нам еще понадобятся глазки носик и конечно же наполнитель для мягких игрушек также еще нужно будет приготовить маркеры крючок и ножницы и так если вам интересно оставайтесь со мной и мы будем начинать начинаем вязать нижние лапы для этого отсчитываем 3 петли и между 3 и 4 петлей мы завязываем узелок теперь эти три петли нам нужно закрыть пропускаем петля через петлю первую петлю мы закрыли и у нас образовалась вот такая вот петля так как у нас петель очень мало для того чтобы нам не запутаться мы эту петлю отмечаем маркером закрываем следующую петлю закрыли вторую петлю и у нас образовалась еще одна петля отмечаем маркера и закрываем третью петлю продеваем петлю через петлю и у нас получилась третья петля теперь в эти три петли мы должны сделать прибавку для этого захватываем переднюю стенку петли и продеваем две петли в одну следующая наша петля захватываем переднюю стенку и в эту петлю делаем прибавку продеваем две петли и третья петля проделываем то же самое и мы протянули 6 петель первая петля у нас не считается раз два три 4 5 6 из этой самой первой петли мы ряд закрываем теперь у нас получилось 6 петель смотрим захватывая только переднюю стенку в каждую такую петлю мы делаем прибавку то есть провязываем в одну петлю по 2 петли от рабочей нити захватываем переднюю стенку и продеваем 2 петли в этом ряду у должно получиться 12 петель из первой петли морят закрываем следующем ряду мы делаем прибавку следующим образом в первую петлю мы делаем прибавку провязываем 2 петли следующую петлю 1 и так чередуем до конца ряда в одну петлю мы протягиваем две петли следующую петлю 1 в этом ряду у нас должно получиться 18 петель и начиная с первой петли ряд закрываем следующие два ряда мы вяжем без изменений то есть каждую петлю мы протягиваем по одной петли ряд закрываем этот и следующий ряд мы вяжем по 18 петель провязали два ряда по 18 петель и со следующего ряда мы начинаем делать убавления и так нам надо сделать 4 убавления берем петлю от рабочей нити захватываем переднюю стенку петли продеваем 1 захватываем переднюю стенку следующие петли продеваем 2 это сделали первое убавление дальше берем петлю от рабочей нити захватываем переднюю стенку петли 1 и эту же петлю продеваем через следующую петлю 2 следующее убавление 3 и еще одно 4 мы сделали 4 убавления и дальше протягиваем по одной петле в каждую петлю до конца ряда нам нужно протянуть 10 петель из первой петли ряд закрываем следующий ряд вяжем без изменений то есть в каждую петлю продеваем по одной петле в этом ряду у нас 14 петель продеваем 14 петель и ряд закрываем следующем ряду мы должны сделать 3 убавки делаем первую убавку 1 дальше петлю от рабочей нити продеваем через две петли 2 и еще одна убавка родили через одну и сразу же через вторую 3 и далее до конца ряда продеваем в каждую петлю по одной петле 8 петель из первой петли ряд закрываем следующем ряду мы делаем 2 убавки протягиваем раз-два сделали одну убавку и следующую петлю от рабочей нити протягиваем в одну и и следующую 2 и дальше протягиваем до конца ряда в каждую петлю по одной петле ряд закрываем в этом ряду мы делаем одну убавку протянули раз и сразу же два все сделали одну убавку и до конца ряда в каждую петельку продеваем по одной петле ряд закрываем теперь на этом этапе нам нужно набить лапу я набиваю обычным синтепоном после того как набили лапку синтепоном нам нужно провязать высоту еще 7 рядов для этого продеваем в каждую петлю по одной петле у нас в работе 8 петель протянули 8 петель ряд закрыли протянули 8 петель ряд закрыли и таким образом нам нужно провязать 7 рядов после этого мы складываем лапку вот где у нас шло убавление вот здесь вот мы лапку складываем так пополам теперь эту петлю вот которая у нас получилось петля мы просто ее протягиваем через следующую петлю дальше складываем и захватываем по две петли и протягиваем петлю следующие две петли эту петлю и эту петлю и протягиваем петлю от рабочей нити и здесь в конце мы тоже протягиваем петельку то есть мы присоединили и теперь закрываем петли лишние отрезаем хвостик пропускаем через последнюю петлю и закрепляем и хвостик прячем на изнаночной стороне и так вот одна наша лапа готова таким же образом самостоятельно свяжите вторую лапу дальше продолжаем вязать верхние лапки для этого тоже самое берем 3 петли между 3 и 4 петлю и завязываем узелок соединяем в кольцо также эти три петли начинаем закрывать и получившиеся петельки отмечаем маркером теперь в каждую петлю мы делаем прибавку захватываем переднюю стеночку петли и протягиваем две петли следующую петлю мы также протягиваем две петли и в третью петлю захватываем переднюю стеночку и протягиваем две петли мы протянули 6 петель теперь эти петли закрываем следующем ряду делаем прибавку следующим образом первую петлю протягиваем одну петельку следующую петлю 2 и так чередуем до конца ряда сначала одну петлю потом 2 в этом ряду должно получиться 9 петель ряд закрываем теперь 3 ряда мы провяжем без изменений в каждую петлю мы протягиваем по одной петле ряд закрываем в работе 9 петель провязать нужно 3 ряда следующий ряд мы делаем убавление делаем их таким образом одну петлю провязываем следующую делаем убавку захватываем переднюю стенку продеваем петлю и эту же петлю через следующую дальше одна петля просто провязываем следующую делаем убавку так чередуем до конца ряда нет закрываем далее вяжем только эти 6 петель каждую петлю мы протягиваем по одной петле у нас в работе 6 петель петли протягиваем ряд закрываем петли протягиваем ряд закрываем и так нужно провязать примерно 7 8 рядов не забываем лапу набить наполнителем и дальше продолжаем вязать высоту провязали необходимое количество рядов и также нам необходимо сложить пополам но здесь уже неважно у нас верхняя лапка у нас идет круглая поэтому складываем таким образом чтобы последняя петелька оказалась краю и протягиваем ее через следующую петлю захватывая при этом две стенки дальше следующие две петли складываем смотрим вот 1 петля 2 петля и петлю от рабочей нити протянули и в конце еще одну петельку м за самый краешек если сложно можно воспользоваться крючком мы протянули 3 петли и теперь эти три петли мы закроем и лишние отрезаем кончик нити протягиваем через последнюю петлю затягиваем и вытягиваем хвостик на изнаночную сторону и у нас готова верхняя лапа таким же способом свяжите вторую лапку и мы продолжаем дальше дальше мы будем вязать ушки отсчитываем 3 петли и между 3 4 петлей завязываем узелок ушки будем вязать перекрученными петельками поэтому первую петлю перекручиваем и от рабочей нити продеваем 2 петли следующую петлю перекручиваем и продеваем 2 петли тоже самое проделываем с последней петлей следующий ряд вяжем без изменений перекручиваем петлю и петлю от рабочей нити протягиваем мы должны провязать 6 петель отметим петлю маркером чтобы обозначить начало ряда у нас 6 петель и теперь в каждую из этих 6 петель мы делаем прибавку перекручиваем петлю и продеваем 2 петли следующую петлю перекрутили и продеваем 2 петли так делаем до конца ряда и последняя петля перекрутили и две петли протянули последнюю отмечаем маркером и у нас в работе 12 петель и теперь эти 12 петель мы вяжем по кругу перекручиваем продеваем перекручиваем продеваем мы провязали один ряд и дальше так продолжаем вязать по кругу эти 12 петель и так вот я провязала 10 рядов по 12 петель петли вязала по кругу и теперь мы им делаем убавления перекручиваем петли и складываем их вместе и петлю от рабочей нити продеваем и так проделываем со всеми петлями перекрутили перекрутили 2 петли сложили вместе петлю от рабочей нити продели закрыли один ряд и дальше продолжаем опять убавлять также складываем по 2 петельки вместе и петли от рабочей нити продеваем и так закрыли последнюю пару петель и у нас осталось 3 петли теперь эти 3 петли мы должны закрыть для этого среднюю петелечку мы пропускаем здесь посередине между петлями чтобы у нас здесь не было очень большого отверстия и 3 петли закрываем отрезаем лишнее кончик закрепляем и прячем у нас должны получиться вот такие вот три петли вот раз два три за эти три петельки мы будем ввязывать ушки в голову зайца вот наши ушки готовы тело и голову мы будем вязать одной деталью для этого начинаем вязать также как мы вязали лапы отсчитываем 3 петли и между третьей и четвертой петлей мы завязываем узелок дальше эти три петли мы закрываем получившиеся петельки отмечаем маркером в образовавшиеся петли делаем прибавку захватываем переднюю стенку и две петли от рабочей нити продеваем через эту петлю следующую петлю проделываем то же самое и осталась еще одна петля мы тоже продеваем 2 петли 6 петель мы продели и начиная с первой петли ряд закрываем у нас получилось 6 петель каждую петлю мы делаем прибавку захватываем петлю за переднюю стенку и продеваем по 2 петли делаем так до конца ряда в этом ряду у нас 12 петель из первой петли ряд закрываем следующем ряду делаем прибавку следующим образом провязываем одну петлю просто следующую петлю делаем прибавку протягиваем две петли и так чередуем до конца ряда 1 петля следующую петлю 2 и в этом ряду у нас должно получится 18 петель с первой петли ряд закрываем следующем ряду делаем прибавку следующим образом 1 1 1 2 1 1 2 захватываем переднюю стенку петли продеваем одну петлю следующую петлю в третью продеваем 2 петлю и так чередуем до конца ряда 2 петли провязываем по 1 в третью петлю протягиваем 2 и в этом ряду у нас должно получиться 24 петли из первой петли ряд закрываем следующий ряд протягиваем петли без изменений то есть мы должны протянуть в каждую петлю по одной петли всего 24 петли протянули 24 петли и ряд пока не закрываем в этом ряду мы будем ввязывать нижние лапки и так теперь в этом ряду нам нужно ввязать лапки для этого вот та у нас петля самая первая с которой мы начинаем закрывать ряд мы ее не трогаем стороночку от этой петли отсчитываем 1 2 3 4 и 5 6 7 и 8 петли пойдут на лапку можно их отметить маркером 5 6 7 и 8 возвращаемся к этой петли и с этой стороны также отсчитываем 1 2 3 4 5 5 петлю мы будем ввязывать шестую седьмую и восьмую и так что мы делаем эти петли которые вот у нас 4 петли которые мы отметили прикладываем лапу смотрим чтобы она у нас не перекрутилась и воспользовавшись крючком мы протягиваем петли захватываем самый кончик на лапе и первую петлю протягиваем протянули дальше смотрим следующая 2 3 и еще последнюю четвертую петлю 4 все одна лапа у нас готова мы ее присоединили теперь тоже самое мы делаем со второй лапой примеряем ее так чтобы она у нас не перекрутилась и петли первую и последнюю петлю у нас петли отмечены маркером захватываем на лапке за самый кончик и петлю протягиваем раз два три и вот здесь вот вставляем крючок самый самый кончик и протягиваем четвертую петлю таким образом мы ввязали наши лапки самой первой петли мы ряд закрываем вот таким образом у нас ввязалась наша лапка и в следующем ряду мы делаем еще одно прибавление следующим образом 3 петли протягиваем просто 2 3 а в четвертую делаем прибавку протягиваем 2 петли и так вяжем до конца ряда 3 петли протягиваем просто каждую петлю по одной в четвертую делаем прибавку и в этом ряду у нас должно получиться 30 петель и этот ряд закрываем далее 4 ряда мы вяжем без изменений то есть каждую петлю мы протягиваем по одной петле ряд закрываем это будет первый ряд опять протягиваем по одной петле ряд закрываем это будет второй ряд и так нам нужно провязать 4 ряда в работе 30 петель и так мы провязали 4 ряда высоту без прибавлений по 30 петель и теперь следующем ряду мы делаем убавку делаем следующим образом 3 петли провязываем просто в каждую петлю протягиваем по одной петле а в четвертую петлю 4 и 5 мы убавляем то есть петлю от рабочей нити продеваем через четвертую петельку и сразу же через пятую сделали убавку и так двигаемся до конца ряда 3 петли протягиваем делаем убавку и в этом ряду у нас должно получится 24 петли и начиная с первой петли ряд закрываем следующие два ряда вяжем без прибавления в каждую петлю протягиваем по одной петли ряд закрываем в работе 24 петли провязываем 2 ряда провязали два ряда по 24 петли в каждом ряду и теперь делаем убавления 1 петлю 1 петля 1 петля следующую делаем убавление одеваем через одну и эту же петлю через следующую и так повторяем до конца ряда 2 петли мы провязываем просто в каждую петлю по одной петле следующую делаем убавление одну петлю продеваем через две петли и в этом ряду у нас должно получиться 18 петель и начиная с первой петли ряд закрываем далее продеваем в каждую петлю по одной петле мы должны продеть 18 петель но этот ряд не закрываем мы будем ввязывать верхние лапки продеваем до конца ряда в каждую петлю по одной петле и теперь мы должны ввязать лапки на уровне нижних лап берем наши лапки верхние у нас для лапок 3 петли мы должны протянуть 3 петли 1 2 и вот сюда за самый кончик 3 итак смотрим чтобы наши лапки были на одном уровне с нижними лапками и вытягиваем 3 петли 1 2 3 протянули 3 петли сквозь лапку и проделываем то же самое с другой стороны примеряем лапы чтобы они были на одном уровне с нижними и протягиваем 3 петли 1 2 3 протянули 3 петли смотрим как это смотрится на одном ли у нас все уровне и начиная с первой петли я закрываем и следующий ряд мы полностью весь делаем убавки берем петлю продеваем через две раз убавка следующую петлю продеваем через одну сразу же через вторую вторая убавка 3 петлю убавка 3 петлю убавка 5 и последняя 9 убавка то есть мы в этом ряду сделали 9 убавок и у нас осталось 9 петель на этом этапе можно набить туловище синтепона так этот ряд мы закрываем набили туловище ряд закрыли и теперь начинаем вывязывать голову теперь в каждую петлю мы делаем прибавку каждую петлю мы протягиваем по две петли и в этом ряду у нас должно получиться 18 петель и начиная с первой петли ряд закрываем и так у нас вышло 18 петель в следующем ряду сделаем прибавку вяжем 2 петли просто третью петлю прибавка 2 петли просто протягиваем третью петлю прибавка и так вяжем до конца ряда в этом ряду у нас должно получиться 24 петли и начиная с самой первой петли мы ряд закрываем нужно немножечко вот так вот распрямить чтобы было видно петли потому что в следующем ряду мы делаем еще одну прибавку и вяжем три петли просто протягиваем 1 2 3 в четвертую делаем прибавку стараемся петельки не пропускать вяжем в каждую петельку раз два три в четвертую прибавку в этом ряду у нас должно получиться 30 петель и начиная с самой первой петли ряд закрываем далее три ряда нам нужно провязать без прибавлений то есть каждую петлю мы протягиваем по одной петле ряд закрываем и так вяжем три ряда в работе 30 петель и так провязали три ряда по 30 петель в каждом ряду следующий ряд делаем убавку вяжем три петли просто делаем убавку провязываем за одну петельку и сразу же за вторую делали убавку и так вяжем до конца ряда 3 петли провязали делали убавку в этом ряду у нас должно получиться двадцать четыре петли из первой петли ряд закрываем следующий ряд вяжем без изменений без прибавлений без убавок в каждую петлю протягиваем по одной петле ряд закрываем в этом ряду у нас двадцать четыре петли и так продолжаем вязать следующий ряд в этом ряду мы делаем убавку вяжем ряд следующим образом 2 петли мы провязываем просто третью петлю мы делаем убавку 2 петли провязываем в третью петлю делаем убавку и так вяжем до конца ряда и в этом ряду у нас должно получится 18 петель ряд не закрываем в этом ряду мы будем связывать зайки ушки и так отмечаем маркерами то место куда мы будем связывать ушки на ушки у нас идут по три петли так вот я отметила маркерами для одного ушка и вот здесь будет у меня второе ушко также отметила три петли маркерами и теперь берем ухо и продеваем эти три петли захватываем петли на ухе вытянули 1 петлю 2 петлю и третью петлю то же самое проделываем со вторым ухом смотрим визуально как у нас это получилось если нас все устраивает ряд закрываем на этом этапе можно набить голову поплотнее нужно набить в районе шеи чтобы у нас голова не заваливалась и дальше продолжаем вязать следующий ряд следующем ряду у нас будут одни убавки то есть мы все петли убавляем провязываем по 2 петлю от рабочей нити продеваем через одну и через вторую первая убавка вторая убавка то есть в этом ряду весь ряд у нас идет убавки мы должны сделать 9 убавок набиваем голову до конца потому что сейчас мы уже свяжем последний ряд и вяжем опять следующий ряд вяжем одни убавки мы сделали 4 убавки 1 2 3 4 и 1 петелька у нас остается просто и мы ее протягиваем и у нас в работе 5 петель 1 2 3 4 5 и вот эта петелька которую мы не считаем ряд закрываем разрезаем следующую петлю от рабочей нити раз-два где-то около трех петелек надо разрезать и теперь это отверстие нам нужно стянуть подхватываем две петельки и двигаемся по кругу и легонечко нить подтягиваем и и кончик выводим через центр на изнаночную сторону и хорошенечко стягиваем все мы закрыли макушку вот такой зайка у нас получается и нам только осталось оформить ему мордочку теперь мы свяжем хвостик для нашего зайки отсчитываем 3 петли и между 3 и 4 петлей мы завязываем узелок петли закрываем в каждую получившуюся петельку продеваем по 2 петли ряд закрываем каждую получившуюся петлю протягиваем по одной петле в работе 6 петель я провязала один ряд 6 петелек протянула и ряд закрыла последнюю петельку закрепляем и теперь хвостик пришиваем к зайке в комментариях и и и и и и и и у нас получился вот такой хвостик и у нас получился вот такой хвостик и у нас получился вот такой хвостик и в итоге у нас получился вот такой вот зайчик зайчик получается достаточно большой поэтому при просмотре этого видео если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментариях я обязательно на них отвечу если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео вяжите с удовольствием всем удачи и до новых встреч субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»